А вот эти обстоятельства с 2014 года, которые начались в Украине, нас особенно сблизили. И первый человек, который позвонил мне 24 февраля, когда мы вывозили людей уже из Волновахии, это было рано утром, это был Пётр Михайлович Кулаков. Сегодня он в Запорожье с супругой Галина. Встаньте, пожалуйста, ещё раз, кто не видел супругу, да? Ну и со славной третьей дочерью, Варечка. Это старший дипломат или главный дипломат Петра Михайловича. Она едет, готовит ему путь. Посол мира. Посол мира, да. Это особая девушка, женщина молодая. Потому что, ну вот, она едет в самую горячую точку. Она с нами была в Краматорске под Бахмутом. Она везде проехала, всё посмотрела. И через время звонит папа и говорит, я еду к вам. Спасибо, что вы здесь. И пусть Господь благословит ваше служение. Служение мира, добра, любви, которую вы проявляете. И там, вас там все любят. Вас мега церковь. Синьор-пастор мега церкви в Соединённых Штатах. Ну, а Украина для вас всё равно где-то там... Спасибо, Лев Пантелеич. С днём субботних всех приветствую. Примите нашу любовь и благодарность за ту возможность быть здесь с вами сегодня. Так хорошо будет. Спасибо. Спасибо. Чуть-чуть хотел много сказать, всё забыл. Лев Пантелеич пока представлял. Во-первых, очень вы терпеливый народ. Ну, очень терпеливый. Украинский народ. Может, вы слышали про одну американскую церковь, где пастор один долго-долго проповедовал. Все потихоньку уходили, уходили. Потом уже, в конце концов, старший дьякон подошёл, положил ключи и сказал, как закончишь, запри, пожалуйста, дверь-то. Вы не такой народ, видите. Вы все ещё тут, хоть уже два часа сидели, всё ещё тут. И я знаю, что все эти дни непростые, непростые для многих из вас, когда сирены звучат и днём, и ночью, когда взрывы слышны. Вы знаете, дочь наша, Варвара, одна из четырёх, она как прилетела сюда, приехала, летела, ехала, шла, потом говорит, ой, я бы тут осталась, она говорит. Я бы вот тут домик маленький в деревне, огородик бы себе посадила. Такие люди хорошие. Ну вот, мне надо будет с ней поговорить после этой прошедшей ночи в Днепре, потому что ночь была непростая в Днепре. И, конечно, для вас, кого там, возможно, это уже привычно, но, я откровенно скажу, для нас те взрывы, которые с трёх до четырёх ночи звучали в Днепре, этой ночью были очень тяжело переносимы. Нам было трудно представить, куда идти, куда бежать, где скрываться. Эти взрывы громкие, всё сотрясается один за другим, и снова, и снова, и снова. И, конечно, мы не могли нормально спать, но я знаю, что, Варя, всё равно, как и мы все, любим Украину, переживаем за вас. И мы рассуждали сегодня по дороге сюда, что, конечно, ночь была тяжёлая, но мы уедем скоро, а вот люди останутся тут. Им надо вот так жить будет. Каждый день так надо жить, и каждую ночь так надо жить, то хочу пообещать вам, что мы не забудем вас не на день, что мы будем о вас молиться, будем изыскивать средства для того, чтобы и дальше помогать людям, страдающим в этом регионе, в этой стране, в Украине. И я обещаю, что будем молиться. И даже сейчас столько много есть и молодых, и пожилых, и детей, которым есть дело, несмотря на то, что это уже длится не первый год, так ведь? То всё равно есть дело людям, которые любят Украину, и людей, и хотят помочь. Я провожу регулярно богослужения в школе нашей церковной, в Соединённых Штатах Америки. При нашей церкви школа хорошая, прекрасная, детки такие золотые там. Я как-то закончил богослужение утром, рано в одном из классов этой школы, и иду по коридору, вдруг дверь открывается, я вижу девочка, пятиклассница, бежит и говорит, пастор Пётр, пастор Пётр, пожалуйста, я хочу что-то вам сказать. И она говорит, вот сейчас перед Рождеством, это было где-то в декабре месяце, она говорит, вот перед Рождеством я вырезала вот всякие украшения, и предлагала моим подружкам, и говорила, если хотите взять себе домой, ну, а может быть что-то пожертвуете, для Украины, она говорит. Хотя сама совершенно не имеет никаких корней украинских. И говорит, вот я напродавала, и тут некоторые мне мои одноклассницы пожертвовали, и она с таким трепетом этот пакетик целлофановый даёт, мне там написано «Для Украины с любовью от Кати», мне кажется, её зовут, Катерины, и дала мне. Вы знаете, я взял как самое святое, что вот когда-либо держал в руках, потому что вот эти детки даже, они тоже переживают и говорят, мы хотим что-нибудь сделать. И, конечно, когда я взял его, там и монетки были, там и несколько бумажек было, но когда я принёс в бухгалтерию, там они посчитали, посмотрели, ну, что-то такое, 2 доллара 73 цента примерно. Но я подумал, вот эти деньги, наверное, больше, чем можно вообразить, какие-либо миллионы, потому что они от сердца были даны, с любовью были переданы, для того, чтобы хоть кому-то в этой стране помочь. И таких очень много, и поэтому мы поедем отсюда, повезём рассказы о вашей верности, о ваших трудностях, о ваших переживаниях, о тех вопросах, которые стоят перед Запорожьем здесь, перед всем регионом, потому что я верю, Господь сильнее, и Господь может помочь, и будет помогать, и откроет сердца людей, потому что люди мира вас любят, они о вас переживают, они о вас заботятся, потому что сам Господь вас любит. И я знаю, что есть много людей ещё в Запорожье, во всем регионе этом, которые должны узнать, что есть Господь на небесах, и Господь любит своих детей, и зовёт их сегодня, приглашает к себе. А как вот приглашать этих людей к Богу? Что сделать? Ведь люди не особенно как-то легко откликаются, они живут в переживаниях, в волнениях, в тревогах, им так много надо всего успеть сделать, и они как-то, может быть, хладнокровно ко всему этому относятся. Вы знаете, у меня в руках Библия, а в Библии есть книга, которая называется «Деяния апостольские». Я знаю, что вы слышали об этой книге, я знаю, что вы читаете и любите эту книгу, но должен сказать, что эта книга на самом деле прекрасный учебник того, как приглашать людей ко Христу, как свидетельствовать о Христе. И я хотел бы обратить ваше внимание на всего лишь несколько важных принципов. Мне бы очень хотелось, чтобы вы запомнили эти принципы, потому что эти принципы помогут нам и другим людям сказать, есть Господь на небесах, и Господь хочет взять нас к себе, и Господь хочет обогреть нас любовью Своею, и дать нам надежду, и дать нам помощь, и утешение, и исцеление. Что это за принципы, которые я нашел для себя? Во-первых, в первой самой главе книги «Деяния апостольских», в первой главе я вижу слова Христовы, когда Он обращался к ученикам Своим и говорил, первая глава, стих восьмой, Он говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелем, и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самаре, и даже до края земли». Господь говорит, «Я имею для вас цель», поэтому ваше свидетельство должно нести в себе чувство ответственности. Давайте вот запомним первое. Это чувство ответственности в нашем служении. Мы должны помнить, что не только пасторы, и не только руководители конференции, и не только дьяконы должны участвовать в том, чтобы ввести других людей ко Христу. Но Христос приглашает каждого из нас в Евангелии от Иоанна 20, главе 21 стихе. Он пришел к ученикам и говорит, «Как Бог, Отец, послал меня, так...» Кто помнит, что он дальше сказал? «Так и я посылаю...» Кого? «Вас», он говорит. Поэтому вот это чувство ответственности должно воодушевлять и вдохновлять нас. Оказывается, это не только для пасторов-служителей. На них лежит ответственность вести людей ко Христу и свидетельствовать о Христе. На нас, на каждом из нас. Потому что, вы помните, в Новом Завете уже нет разделения на священнослужителей и на мирян просто, на прихожан. Также, как мы все названы, вы есть все священство, да? Вы есть это вот святое священство. Каждый, каждый это священник, который вошел в общение со Христом. Каждый получает это поручение. Поэтому, хотите быть успешны в евангельском свидетельстве своем? Кто хочет быть успешным? Ну, несколько рук я увидел. Первое, что надо? Что нужно первое? Чувство ответственности. Запомните это. Чувство ответственности. Это же на меня Господь возложил. Это же Господь меня призвал. Знаете, у нас в церкви есть замечательная женщина. Ее зовут Даниэла. У нее умер муж. Умер еще несколько лет тому назад. Он был прекрасный художник. Он замечательные картины писал. И у него есть замечательная картина Христа. Лицо Христа, которое он написал. И эта женщина, Даниэла, принесла и нам с Галиной, тоже подарила одну из картинок ее мужа. И сказала, я хочу, чтобы вы помнили о нем, молились обо мне, потому что я верю, что Христос придет, и Христос нас снова соединит. Мы снова будем вместе, когда Христос явится во славе своей. И она этим занимается с утра до ночи, потому что она говорит, Христос меня послал, Господь меня посылает. И как-то несколько недель тому назад мы с Галиной встретили ее в коридоре церкви. Мы смотрим на нее, а она немножко так рукой что-то прикрывается. Мы посмотрели ближе, а у нее разбитое лицо, практически вот сильно побитое. И она как-то так смущается и вниз смотрит. А мы ее тут же обняли и говорим, Даниэл, да что это с тобой такое произошло? Она говорит, ой, это даже неловко рассказать. Я как-то вот пару дней тому назад снова взяла вот эти фотографии, той картины, которую мой муж нарисовал Христа. Написала на обратной стороне, Господь любит вас. И как всегда, она говорит, как каждый день отправилась в один из поселочков, чтобы из дома в дом идти и рассказывать людям. Ведь Христос меня послал, она говорит. Я иду, и говорит, только приехала в этот поселочек, и иду, первый дом, второй. У третьего, смотрю, мужчина стоит. Я, говорит, так обрадовалась, что вот не надо даже в дверь звонить, а он прямо тут стоит на улице. Я заторопилась, а там какой-то бугорок был, и я прямо перед его крыльцом, прямо лицом об асфальт. И, говорит, приподнялась у меня кровь со всего лица и из носа. И я, говорит, мне так неловко было. Так неловко. Но они меня, говорит, тут же и жена его вышла, и завели в дом, и все протерли, и предложили меня домой отвезти. А мне, говорит, так неловко, потому что я столько часов потеряла времени, вместо того, чтобы еще по другим домам идти. Вы знаете, я смотрел на нее, слушал и думал, вот бы нам всем такое чувство ответственности за то, чтобы нести Евангелие, для того, чтобы рассказывать людям о том, что Христос наш Господь и наш Спаситель. Значит, первый принцип это какой? Чувство ответственности. Господь на нас возложил эту ответственность. А далее я вижу в книге «Деяния апостольских», но я вместе с «Деяниями апостольскими» мне бы хотелось во 2 Тимофея, 1 глава, стихи 7 и 8. Там апостол Павел обращается к молодому юноше и говорит ему, 2 Тимофея, 1 глава, стихи 7 и 8. Он говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И стих 8. «Итак не стыдитесь». Чего? Свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. Не стыдитесь, планируйте, продумывайте. Поэтому для меня второй принцип – это целенаправленность. Во-первых, первое что? Чувство ответственности. Второе – это целенаправленность. Когда я просыпаюсь и говорю, я хочу так прожить сегодняшний день, чтобы кому-то засвидетельствовать о Божьей любви. Не просто, что, ну, может быть, может быть, через 5 лет где-то я на остановке с кем-нибудь встречусь, да расскажу о Христе. Нет, это не целенаправленность. Целенаправленность – это когда мы ставим цели, ставим задачи и говорим, сегодня я обязательно найду возможность кому-то засвидетельствовать о Христе. И засвидетельствую, может быть, не обязательно словами. Вы знаете, не обязательно словами можно свидетельствовать. Можно свидетельствовать улыбкой своей. Можно засвидетельствовать тем, что обнять кого-то. Можно засвидетельствовать тем, что спросить, ну, как дела у тебя сегодня? И вдруг человек подумает, ой, правда, кому-то есть дело до меня сегодня. А можно заранее иметь Слово Божие с собой. У меня есть хороший друг, который был в моей предыдущей церкви, и когда мы туда переехали с Галиной, ему уже было лет 80, наверное. Ну, такой он был забавный мужчина. Знаете, есть вот веселые люди, он по крови своей был итальянец, но всю жизнь прожил в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, а потом переехал сюда, на юг. Его звали Герри. Герри. Герри Марселина. И вот Герри говорит, ну, я на пенсии уже, ну, мне скучно дома, ну, что я буду делать? Он говорит, ну, я люблю играть в гольф. Я люблю играть в гольф, выезжать на поляна эти. Люблю. Но, он говорит, дорого. Ну, дорого стоит. Поэтому, он говорит, я ходил, ходил и взял, да, и устроился к ним на работу. Потому что им нужно было, чтобы кто-то там на этой маленькой машинке ездил по полю, собирал эти шарики там. Он говорит, я устроился, они мне стали платить деньги, да я еще и могу в гольф играть, да еще и зарплату получаю. Но самое главное, он говорит, пастор Петр, самое главное, я когда на работу отправляюсь, я всегда беру стопочку вот этих дисков, DVD с собой, уроков по изучению Библии. И вот эти вот там люди, которые играют в гольф, они обычно со мной рядышком вот сидят, я им помогаю, развожу, вожу туда-сюда. Но, он говорит, ни одного дня не проходит, чтобы я кому-нибудь не дал вот урок по изучению Библии или диск бы дал. А потом, он говорит, я приезжаю, они еще просят. Говорят, а можно еще такой? А можно второй такой? А можно урок второй? А можно диск такой второй? И он говорит, что у меня, говорит, масса людей теперь, они все состоятельные, потому что они могут себе позволить там играть, а я с ними занимаюсь уроками по изучению Библии. Посмотри, он говорит, сколько я себе нашел дел. Во-первых, в гольф играю, во-вторых, бесплатно играю, да они мне еще и платят. А третий, он говорит, я свидетельствую о Христе каждый день. Он до сих пор жив. Я видел, он недавно праздновал день рождения. Мне кажется, ему почти под сто лет, наверное, да. Ну, а он, он до сих пор иногда мне звонит и спрашивает, ну, как дела? Как дела? Как служение? Как там люди в Украине живут? Вот, вот это целенаправленный евангелизм, когда мы, первое, чувствуем ответственность, да, а второе, целенаправленность. Мы говорим, я обязательно сегодня найду возможность кому-нибудь рассказать о Христе. Далее, в книге «Деяния апостольских» я вижу апостолов, которые идут, чтобы свидетельствовать. И я в самое начало перейду «Деяния апостольских», третья глава. И посмотрите, в этой третьей главе Петр и Иоанн теперь только-только начинают служение, идут вместе в храм в час молитвы, в стих второй. И был человек там, какой? Хромой был человек, хромой от чрева матери своей, которого приносили, сажали каждый день, и он просил милостыню. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и что сделал? Попросил у них милостыню, и обратите внимание, стих четвертый и пятый. Вот тут есть одно слово в этих двух стихах, стих четвертый. Петр с Иоанном, всмотревшись, всмотревшись. Обратите внимание, они не просто сказали, о, опять сидит, тот же самый, и опять просит. Вчера просил, и опять сегодня просит. И мы дали ему вчера, он опять сегодня что-то просит. Нет, они сказано, всмотрелись. То есть они хотели понять, что же это за человек, и почему он там сидит. Они всмотрелись в него, и говорят, посмотри на нас, стих пятый. И он пристально смотрел на них. Вот где произошло единение жизни и единение душ. Они проявили к нему третий принцип успешного евангелизма – сострадание. Они чувствовали на себе ответственность, свидетельствовать. Они ставили каждое утро перед собою что? Цель идти и свидетельствовать. Но для того, чтобы быть успешными, они имели любовь и сострадание. И это сострадание, посмотрите, какой произвело эффект. Стих восьмой. Он вскочил, стал ходить, вошел с ними. С ними, обратите внимание, с ними, потому что он им доверился, он увидел их отношения. Вошел с ними в храм и скакал там, и хвалил Бога в этом храме. Но это еще не все. Стих одиннадцатый этой главы. Стих одиннадцатый. И как этот исцеленный хромой, что там сказано, вот, не отходил от них. Он даже не хотел своими делами идти заниматься. Он не отходил от них. Он доверился им. Он шел за ними. Он был успешен уже в том, что он почувствовал, кому-то есть до меня дело. Вот в чем нуждается наш мир сегодня. Опять же, совсем недавно я крестил маму и дочь. Ну, буквально несколько недель тому назад. Знаете, как приятно видеть, когда в воду входят мать и дочь. И когда еще до крещения ко мне их привела одна женщина, которая по крови, она испанка. И она довольно плохо и по-английски говорит, но я ее хорошо понимаю. Ее зовут Илка. Она пришла их и привела с собой, и тоже они испанской крови. И говорит, вот, мама и женщина, я хочу, чтобы ты с ними, мама и дочь, я хочу, чтобы ты с ними поговорил. И эта мама стала мне рассказывать, тоже на ломаном английском языке, говорит, у меня дочь уже пару лет сильно болеет. У нее нервные всякие состояния. Она в школе очень успешна. Она хорошо, хорошо учится. Но время от времени она впадает в какие-то депрессии. А у меня еще мальчик есть. Я не могу их дома одних оставить. Я стала пропускать рабочие дни. А пропуская рабочие дни, не могу зарабатывать. И поэтому я так волновалась обо всем. И кто-то рассказал вот этой Илке про меня. Она говорит, меня никогда в глаза не видела. Я ее, а эта Илка пришла, постучала в дверь и говорит, слушай, мне говорят, что тебе надо помощь с детками посидеть. Иди на работу, иди, если тебе надо. Я посижу с детьми. И она говорит, раз, второй, третий раз. Я говорю, я ее не знала, эту Илку-то совсем. Она приходит и сидит им и кушать приготовит. И с ними почитает. До тех пор, говорит, пока я стал ее спрашивать, а почему ты такая хорошая? А она говорит, да нет, я вот такая, какая есть. Вот я вот читаю о том, чтобы Дух Христов был у меня. И говорит, стала с ними. Они сами попросили, чтобы она с ней занималась. И она с ними занималась. И готовила, и приготовила к окрещению. И говорит, вот теперь мы тоже хотим креститься, потому что ей было дело до нас. Первый принцип – чувствовать ответственность, да? Второй принцип – ставить цель. Третий – проявить сострадание к людям. Тогда они точно откликнутся на наше приглашение к изучению Библии. Четвертый, я заметил в книге «Деяния апостольских», 21 глава и 22 глава, когда Павла арестовали, хотели убить его, а у него появилась возможность свидетельствовать. И знаете, сколько раз он повторил слово «я» в своем свидетельстве? Ну, наверное, скажете вы, ну это же нехорошо. Ну это же нехорошо, зачем о себе? А я вот увидел этот четвертый важный принцип, когда я провожу с кем-нибудь библейские занятия, иногда к ним домой прихожу, а иногда они ко мне в церковь, в кабинет приходят, я начинаю им рассказывать, вот пророчество есть такое, и вот это пророчество началось тогда-то, и вот эти вот государства, а знаете, они после работы пришли, да еще и голодные. Я вот смотрю, они так уже начинают немножко клевать, глаза так опускаются. И знаете, что я в тот момент делаю? Я говорю, а вот знаете, в моей жизни, когда я увидел, что я могу довериться Христу, у них глаза сразу открываются, я вижу, они внимательно начинают слушать, потому что им важно понять, что это мое личное дело, личное свидетельство, это моя жизнь, это не просто какие-то богословские рассказы или доктрины, а это моя жизнь, о том, что Бог сделал для меня, как Он сделал меня счастливым, как Он дает силу, как Он благословляет супругу мою, как Он благословляет детей моих. Вот на что Павел делал акцент. Он говорит, а я встретил Христа, а я нашел силу, а я был грешник, а я теперь, посмотрите на мне, я имею силу свидетельствовать о Христе. Поэтому какой четвертый принцип? Личный евангелизм, личное свидетельство. Расскажите им о себе. Расскажите о том, что Бог сделал в вашей жизни. Они будут слушать. Они захотят услышать еще больше. Значит, первое, это чувство ответственности. Второе, целенаправленность. Третье, что было третье? Сострадание, верно, а то я уже сам забыл. А четвертое, это евангелизм личный, обо мне, о моей жизни. И пятый, который ключевой. Все апостолы, все проповеди, которые записаны в книге Деяния апостольских, они, знаете, о ком? О Христе. Они христоцентричны. Все доктрины важны. Все учения важны. О том, что есть и чего не есть. О том, что пить, чего не пить. О том, когда и как, какое пророчество началось и когда закончится. Все это важно? Важно. Не бойтесь сказать. Важно. А что важнее всего? Возвеличить Христа. Потому что во Христе все это начинает приобретать смысл. Вы знаете, учение о субботе находит свое полное откровение и силу свою, когда мы говорим о Христе. О том, как Христос сотворил мир, отдыхал в день субботний, покоился в могиле после искупления мира. О том, как Христос соблюдал день субботний, как Он любил, как Он сказал, «Я Господин субботный». Любое учение церкви, если мы покажем его во свете Христа, в центре, если будет стоять Христос, то люди захотят услышать еще и еще и еще и скажут, «Я тоже хочу Христа! Я тоже хочу жить со Христом!» Поэтому имейте это чувство ответственности. Ставьте эту цель. Проявите любовь и сострадание. Расскажите о том, что это сделало для вас и ведите их ко Христу. В книге «Деяния апостольских» сказано, как много присоединялось к церкви каждый день? Тысячи, тысячи, тысячи присоединялись каждый день. Я не сомневаюсь, сегодня мы тоже можем видеть вот эти чудеса спасения, если мы с вами будем руководствоваться вот этими духовными принципами. Принципами, которые открыты нам в книге «Деяния апостольских». Вы знаете, как радостно видеть людей, которые принимают Христа. Я еще займу минутку вашего времени и скажу, что этой весной как-то так совпало, что не только мать и дочь я вместе крестил, а крестил буквально, ну, может быть, несколько месяцев тому назад, а отца и сына крестил. Отец уже такой серьезный, взрослый мужчина в годах. Сын ему, если не ошибаюсь, в день крещения ему исполнялось 17 лет, мне кажется. У него такая шевелюра огромная, он такой кудрявый. Знаете, когда на него смотришь, аж прям не верится, что это все реально, а не парик. Ну вот такой он вот интересный отец и сын. У них умерла мама-жена, то есть жена этого мужчины, мама этого мальчика умерла лет 8 тому назад. У нее был рак желудка. И я хорошо помню это переживание, эту смерть. Я помню, я был в этой больничной палате прямо в момент ее смерти, когда родители ее тоже были рядом, когда они хотели как-то с ней проститься до последнего. Но вы знаете, до последнего, о чем она меня просила, когда я с ней встречался, молился, она говорила, молись о муже моем, молись о сыне моем. Они еще не присоединились к Богу, они еще не стали детьми Божьими. Я знаю, что я умираю. У меня остаются считанные недели или дни. «Пожалуйста, пастор, пообещай, что ты будешь молиться о них, любить их будешь и приведешь их Богу». И, конечно, я им обещал, потому что я знал, как это важно для нее было и как это было важно для них. Но год за годом, сколько я не молился и сколько я не стремился найти возможность начать с ними этот разговор, эту беседу, я чувствовал, они были не готовы. Потеряв дорогого для них человека, им было трудно, им было трудно этот шаг сделать, им было трудно начать это, отдавшись Богу, до тех пор, пока примерно год назад, я помню, они подошли ко мне вдвоем и сказали, мы любили ее, мы любили жену, мать эту, и мы знаем, что ты молишься о нас по ее просьбе, и мы чувствуем, мы чувствуем, что Дух Божий побуждает нас, и они стоят вдвоем. Знаете, когда мужчина и сын, которые выше отца, стоят и говорят, мы хотим изучать Библию, и мы хотим креститься. Вот что может быть приятнее услышать, чем это? Вы знаете, какая радость была со мной, во мне, когда я занимался с ними, готовил, и когда мы стояли вместе в этой воде крещения, я думал о матери, я думал о жене этого мужчины, которая молилась о них. Прошли годы, ее молитва исполнилась. Я знаю одно, кто-то о вас молился, кто-то о вас молился, кто-то из ваших близких, из ваших родных и друзей, и вы приняли решение стать детьми Божьими, сыном или дочерью Бога и креститься. Кто-нибудь, хоть один, принял такое решение? А вы могли бы прийти ко мне, я хочу помолиться о вас? Они уже переодеваются? А-а-а, а как же я о них помолюсь? А может быть, кто-то, кто-то еще хотел, чтобы я о вас помолился? Вы знаете, я хочу о вас помолиться. Поэтому, если вы еще не переодевались или думаете готовиться к окрещению, то я хотел бы о вас помолиться. Вы знаете, вы можете сделать шаг к Богу, выйти вперед к Богу, я знаю, Господь укрепит вас, это мужество даст вам, решимость даст вам и скажет, да, вы на правильном пути. Придете ко мне, я помолюсь, давайте, я помолюсь о вас. Если, может быть, кто-то один еще есть. Да, молодой человек, приходите ко мне, молодой человек, давайте, мы помолимся вместе, помолимся, чтобы Господь вел вас, готовил вас к окрещению, чтобы Господь укрепил из-за ваших сыновей. Обязательно, обязательно, обязательно. Потому что я знаю, что когда мы приходим к Богу, Господь дает силу начать этот новый путь жизни, идти с Богом, довериться Богу. Пусть Господь благословит ваше желание и ваше желание, и ваше желание. Потому что для Бога мы все нужны. Он пришел на крест Голговский и умер там на кресте за нас, за меня. И поэтому Он говорит, я жду тебя, вы мне нужны, я хочу, чтобы вы были со мной, чтобы вы были моими детьми. Поэтому я всех приглашаю. Я приглашаю тех, которые сегодня стоят перед этим вопросом. давайте мы встанем, а когда вы встаете, если кто-то еще один может быть борется с этим решением или переживает, или может быть стесняется выйти вперед, вы знаете, это естественно для нас, для людей. Вы знаете, Христос не постыдился прийти и умереть на кресте Голговском. Не будем стыдиться Христа, но получим силу Его сегодня и будем молиться о том, чтобы Господь благословил, укрепил вас в этом решении, а через вас я знаю, Господь благословит и детей ваших, и внуков, так Он обещает, Он говорит, через вас я благословлю еще все поколения. Вы знаете, мои родители были верующие люди, они любили Бога. Я сегодня считаю себя благословленным человеком, знаете почему? Из-за моих родителей, бабушек, моих дедушек, они любили Бога, они пошли за Ним, и Бог через них благословляет нас через эти поколения. Поэтому, если кто-то еще, я хочу дать вам эту возможность сегодня, чтобы это не было поздно, я вижу, еще подходят дорогие души, если кто-то есть еще, который переживает о своей душе и о жизни своих детей, вот это день Божий сегодня, это день ваш, сделать этот шаг навстречу Богу. Я знаю, я в своей жизни испытал, я буду говорить, как Павел сегодня, я знаю, я встретил Господа, Он дал мне эту новую жизнь, вы встречаете Бога сегодня, Он вас благословит тоже. Давайте помолимся. Господь наш, сегодня, Господи, мы радуемся тому, что как и в книге Деяния апостольских, были люди, которые откликались и шли к тебе и говорили, я хочу быть со Христом, так и сегодня, Господи, я вижу дорогих мужчин и женщин, молодых, пожилых, которые говорят, я хочу жить с Богом здесь на земле и во всю вечность. Благослови, Господи, их решение, укрепи их веру, благословляй их каждый день, Господи, и здоровьем, и силою, и мудростью, их детей, благослови, Господи, через их жизнь, через их пример, пусть их дети получат благословение, их внуки, внучки получат благословение, и пусть в этом явится твоя любовь и милость. Все просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.